Если вы возьмете любого наемного сотрудника, у которого нет вот этого, он запутится о трех вещах. О своей квартире, о своей машине и о ее рабочем месте. Если он увидит срач на соседнем столе, он его никогда не уберет. Потому что это его не касается. Если кто-то нагадил в его подъезде, он это не уберет. Это его не касается. Предприниматель думает о другом. Предприниматель по каким-то причинам, по каким-то своим причинам думает, что вообще все его касается. И дальше все зависит от масштаба мышления. Если взять пример Сергея, но его конкретно все касается. То есть его касается юридическая грамотность в Индии. Кого из вас касается юридическая грамотность в Индии? Ну явно не касается. А кто реально что делает для этого? А его касается? Понятно? Это реально помышление. Дальше. Тут был слайд про ошибки. Ну, если коротко, в одном слове, ошибки это нормальная тема. То есть поднимите руки те, у кого получилось союз все с первого раза. А у кого не получилось с первой, второй, пятой, десятой, кто пытался, пытался, не получал. Ну, целый зал неудачников. Согласны? Ну просто куда ни следи, везде лузеры. Но это нормальная тема. И есть, смотрите. Это касается всего, в том числе и маркетинговые платформы, и всего-всего. Какое абскурдное суждение у вас есть, и это так и есть. Возьмем что угодно. Например, давайте возьмем танцы. Мужики, кто умеет танцевать, поднимите руки. Танцевать? Да, мужики, да. А можете встать? Саша, ты понял. Что ты? Красавцы. А можно нам музычку включить? Не садитесь, не садитесь, вы встали. Музычку встали. Да. Сейчас вы просто продемонстрируете свои логические навыки. Давайте. Давай, Саша. Танцуем, танцуем. Да вы же умеете, мужики, серьезно. Вы же даже не любите это делать. Нагарки. Спасибо большое. Да, спасибо. Вы прекрасны. Давайте так. Если бы здесь сделал Мигель, пишет танцы на ТНТ, навряд-то кто-то из вас был победителем. Ну, разве что Кирилл. Да. Вот. А теперь смотрите, какая штука. У каждого мужика, который умеет танцевать, наступил такой момент, когда он захотел научиться танцевать. И он пошел танцевать. И мужик, пытая учиться танцевать, это самое нелепое существование на свете. Который только пытается учиться. Ну, это же глупо выглядит, правильно? Неловко со стороны. Ужас. Но при этом, он заканчивает тренировку и идет на следующий. И продолжает выглядеть глупо. Раз за разом он это делает. То есть, ему, он, глупо, правильное слово. Глупо, неловко, как угодно. Это же первое действие. Но, и он воспринимает это нормально. Абсолютно нормально. Но, почему-то в бизнесе происходит абсолютно другое осуждение. Ошибочное осуждение. Вы почему-то думаете, то, что все получается с первого раза? В бизнесе. И, если у вас не получилось разобраться в платформе сразу же, ну, наверное, не судьба. Если бы у вас первые 10 встреч, или у ваших партнеров первые 10 встреч не увенчались продажей, наверное, не судьба. Не уродился, не везет. Понимаете? То есть, какая-то абсурдная тема, что мы воспринимаем в бизнесе и не в бизнесе совершенно по-разному ощущения неловкости и глупости. Хотя это абсолютно нормальная тема. Итак, как мыслит мозг предпринимателя? Решение. Сейчас я вам донесу одну мысль, которая в свое время мне тоже немножко взорвала мозг. Вот скажите, вот есть решение, а есть, давайте так, другое слово, утверждение. Чем отличается решение от утверждения? Вот давайте так. Я решаю, что я завтра буду худеть. Это не факт. Я просто решила и все. Я утверждаю, что я завтра буду худеть. Это факт. Я утверждаю, я предлагаю. Давайте, у меня есть не очень много времени на то, чтобы с вами дискутировать, к сожалению, но я вам скажу на самом деле свои мысли, к чему я пришел, а ваше мнение, согласитесь с этим или нет. Смысл заключается в следующем. Решение не существует в настоящем времени. Как явление. То есть, если вы говорите, я решил бросить курить сегодня, вы еще ничего не решили. Если вы говорите сегодня, я решил в следующем году стоять здесь на сцене, получить автомобиль, вы еще ничего не решили. Это называется утверждение. Вы утверждаете это. Но, в случае, когда вы окажетесь на сцене, вы скажете, год назад я решил. В случае, если вы бросили курить, вы скажете, год назад я решил. Решение не существует в настоящем времени. Это большая ошибка. Просто примите себе за факт. Слово решение говорит только в прошедшем времени. Я когда-то решил что-то сделать. Следующее. Действие. Тут есть тоже очень крутая симология. Смотрите. По поводу действия есть у него три границы. Первое. Вы можете что-то услышать. Но запомните, опять же, на всю свою жизнь. Так и есть. Если вот все, что вы слышали за свою жизнь, вы забыли. Львиная доля. 99% контента, что вы слышали, вы забыли. Есть то, что вы видите. Из большой доли вероятности, то, что вы видите, вы запомните. Но только в случае, если вы что-то сделали самостоятельно, вы это поймете. Понимание приходит только в процессе делания. Оно не приходит в процессе думания. Не приходит в процессе слышания. И видения. Поэтому, если вы говорите, что вы что-то поняли, но вы этого не делали, не обманывайте себя. Это актуально. После происходит результат. И тут тоже есть обман. Колоссальный обман – это все наше подсознание. В чем заключается смысл этого обмана? Вот я сейчас кого угодно спрошу из вас. Слушай, а какой у тебя результат за последний год? И вы начнете у себя в голове перебирать. Так, что там я купил? Машину, значит, купил. Квартиру купил. Что-то там еще купил. У нас в ментальности зашито, что результат – это артефакт, полученный за деньги. Либо полученный, который я могу проделить, мастерировать. Допустим, я похудел. Это результат. И результат у нас всегда с окраской плюс. Согласны? Да. Ну, слово, результат – это хорошо. Да. А скажите, если я в морозе минут 30, выйду без шапки на улице и приду домой больной и взгляну на неделю с сангиной – это результат? Да. Да. А если я месяц не буду встречаться и привлекать новых партнеров и не заработаю денег – это результат? Ну, да, результат того, что я ничего не делал. Ну, да, результат – это бездействие, отсутствие действия, отсутствие денег – это такой же результат. Не обманывайте себя. То есть мы с вами говорим про дисципалагию некоторых понятий. И на выходе получается система. Вот так мысль предприниматель. То есть, допустим, как Тин Киллс когда-то один из первых партнеров начал использовать маркетинговые ресурсы. Правильно? Константин? Да. У него пришел кто-то партнер. Он заработал на этом денег. То есть он принял для себя решение, а не воспользовался ли не маркетингом, пока все остальные эти не пользуются. Он сделал действие. Он либо сам…